Библейский портал экзегет.ру представляет Вот эти все сложные переговоры, близкие царя Саула, убитого филистимлянами на войне, лучше сказать, погибшего на войне с филистимлянами, и с другой стороны царь Давид со своим войском, со своими приближенными, вот они повоевали, Давид начинает одерживать верх, но он не добивает противника, он не пытается каким-то образом его дожать, искоренить или прогнать, или уничтожить, и как вот эти ведутся сложные переговоры, как там тоже небесковарство в предыдущей главе Авнер, который, собственно говоря, сначала воевал против войска Давида, потом решил перейти на его сторону, он был убит как раз тем, кто вел войско Давида Юавом, и так далее, и так далее, и так далее, зачем все эти подробности? Ну, давайте отложим до конца главы это рассуждение, они продолжаются, когда Ишбошит, сын Саулов, услышал, что Авнер убил Хеврония, опустились у него руки, и весь Израиль смутился, ну, то есть генерал, главный военачальник, значит, другой Сауловой партии, формально его возглавляет Ишбошит, но, похоже, у него власти никакой реально нет, вот он погиб, погиб военачальник, соответственно, все войско смятений. У сына Саулова было двое человек, водивших свои отряды в набиге, одного звали Баана, другого Рыхав, они были сыновьями Римона из Бейрота, то, что в земле Вениамина, ведь Бейрот считался тогда за Вениамином, потому что прежние жители Бейрота переселились в Гитаем, где и проживают по всю пору. Такие мелкие детали. Ну и, соответственно, кто вместо Авнера? Вот два каких-то таких даже не полководца, а командира отрядов, ходивших в набеге. Понятно, что периодически тогда все нападали друг на друга, но это не воины, это такие налетчики. Еще у сына Саула Юнатана был хромой сын, внук царя Саула. Ему было пять лет, когда пришло из Израиля известие о гибели Саула Юнатана. И кормилица, схватив его, пустила из бегства, но бежала так поспешно, что уронила его, и так он охромил. Его звали Мефи-Вошит. Эти имена, кстати, Бошит, Вошит, это слово стыд. Наверное, изначально их звали Иш-Баал, Мефи-Баал, но потом при переписывании Библии вот это слово Баал, имя языческого божества, меняли на слово Бошит, стыд-позор, поскольку он поклоняется Ваалу позорно. И под этими именами они вошли уже в окончательный текст, который дошел до нас. Но это даже сейчас не очень важно. То есть описывается, ну кто там еще может за Саула встать, кто там может повезти за собой людей. Да, в общем-то, особо никого и нет. Итак, сыновья Римона из Бейрота отправились в путь и пришли к дому Иш-Бошит, и как раз во время дневной жары, когда он предавался полуденному сну. Видите, а уже ситуация такая отчаянная. Рихаф и брат его Баана зашли в дом, как будто за пшеничным зерном. Поразили Иш-Бошит, в живот и бежали. Когда они вошли в дом, он лежал в своей комнате на постели. Они нанесли ему смертельный удар, отрубили ему голову и взяли ее с собой. Всю ночь шли они по дороге в Орданской долине и принесли голову Иш-Бошита Давиду в Хеврон. Они сказали царю, «Вот голова Саулова, сына Иш-Бошита, твоего врага, искавшего твоей смертью. Сегодня свершил Господь мщение за господина нашего царя над Саулом и над его потомством». Ну, они налетчики-бандиты, да, которые, может быть, поняли, что война проиграна, и поэтому что надо сделать? Надо убить своего царя-предводителя, выдать его голову новому царю. Конечно, он нас похвалит, думают они, потому что... Ну, это же конец гражданской войны, это же уже окончательная победа. Так отвечал Давид Рыхаву и брату его Баания, сыновьям Римона из Бейрота, «Клянусь пред Господом, избавляющим жизнь мою во всякой беде. Того, кто принес мне весть о смерти Саула, а он-то считал себя добрым вестником, я схватил и умертвел в циклоге». Такая была ему награда за эту весть. А теперь, когда злодея убили праведного в его собственном доме, на его постели, неужели я не взащу с них за его кровь, не сотру вас с лица земли? Давид отдал приказ своим отрокам, и те убили их, отекли им руки и ноги повесили тела в Хевроне около пруда. Голову Ижбоши-то они взяли и похоронили в гробнице Авнера, тоже в Хевроне. Вот важнейший принцип жизни Давида. Политическая выгода, военная победа, прибыль в торговле, удача в амурных делах, которые очень ему нравились. Это все неважно перед лицом Божьих заповедей. Не то, что он никогда от этого не отступал. Отступал, и примеры будут, но истинный масштаб он помнил, и без конца к этому возвращался. То есть победа над врагом, смерть главы вражеской армии, как можно радоваться тому, что там Гитлера убили, вдруг его бы убили, там в 44-м году был заговор, все бы, наверное, очень обрадовались, кто с Гитлером воюет. А здесь вот он совершенно не так это видит. Какие-то бандиты пришли, убили своего царя в его доме на его постели, а потом заявились за наградой. Ну, награда им казнь. Какая еще может быть награда? Потому что все политические расклады, все вот эти военные вещи, они вторичны по отношению к Божьим заповедям. Ну, и, собственно, потому Давид и царь. И, может быть, именно вот эти его суровости в отношении людей, которые пытаются себя преподать, как вот людей, убивших врагов Давида, они, наоборот, укрепляют его в глазах всех израильтян, потому что они видят действительно царя, а не головорезы. Ну, а в пятой главе мы прочитаем, как это уже стало осознаваться всеми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok